Ноль Плюс О проектах сегодня поговорим с Александром Жоколенко, креативным продюсером онлайн-кинотеатра Ноль Плюс. Александр, поздравляю, здравствуйте, поделитесь впечатлением. Здравствуйте, спасибо, да, буквально на днях узнали о том, что кинофестивальный совет рекомендовал наш фестиваль государственной поддержки. Это значит, что поддержка будет, как субсидия от Министерства культуры РФ. На самом деле это впервые такое произошло, хотя мы уже в фестивале у нас вот восьмой год, и мы несколько лет пытались эту поддержку получить, в итоге удалось. И для нас, конечно, это значит, что движемся в том направлении, нарабатываем, наращиваем свой профессионализм. В общем, рады. Кинофестиваль Ноль Плюс. Конкурс национальных видеороликов «Мы». Проект для московских подростков «Зеркало будущего». Конкурс «Лучший педагог список мушительный» и «Голова кругом». В чем основная цель этих проектов «Объединяющий стержень» может быть? «Объединяющий стержень», конечно, это кино и подход к этому кино как инструмент образования, просвещения, воспитания. Во многих проектах мы позиционируем кино как инструмент, который можно применять в школе. Педагоги могут его использовать, обсуждать, родители могут его применять в киноиграх в рамках семейного просмотра. Например, кинофестиваль «Зеркало будущего». Дети его создают, киноконтент в разных форматах и видах. Конкурс национальных роликов – это диаспоры, и национальные сообщества создают ролики о самих себе. То есть кино, видео, и как я через это видео говорю о себе, говорю о ценностях и доношу это до всех. А какие проекты поддерживаются фондом президентских грантов? Потому что буквально до 15 марта можно подать новую заявку в этом году. Вообще фонд президентских грантов – наш ключевой партнер. Он фактически дал нам такой большой социальный лифт для того, чтобы мы могли встать на ноги и развить вот эти проекты, о которых вы вначале сказали. Мы до 15 марта также планируем подать заявки, учитывая, что в начале этого года нам уже стало известно, что мы выиграли президентские гранты, опять же, на конкурс «Мы» и на программу «Ноль плюс». В этот раз мы хотим заявить на третий фестиваль «Зеркало будущего», чтобы у нас была также возможность, как в прошлом году, вручить детским студиям со всей России гранты за их творческую работу. То есть в прошлом году мы 2 миллиона грантов в таких раздали, 2 миллиона рублей. Вот уже год мы работаем в реалиях пандемии. И как это повлияло на вашу работу? Какие произошли изменения? На самом деле, как бы это ни звучало, пандемии можно сказать спасибо именно в том аспекте, что она сделала возможным для нас подумать и сообразить, как же вот это кино, которое мы собираемся всего мира и загружаем на наш онлайн кинотеатр «Ноль плюс» или на фестиваль, донести не только до жителей Тюменской области, но в принципе для всей России, до всей России через онлайн-форматы. То есть мы усилили онлайн-форматы, у нас появились партнеры, с которыми мы проводим трансляции фильмов и обсуждения онлайн. Это российское движение школьников и русские сезоны. И, конечно, онлайн-кинотеатр наш, мы в него так хорошенько вложились, распространили, что сейчас у нас в месяц от 15 до 30 тысяч уникальных пользователей. То есть растет спрос на детский контент и его образовательное применение. Одно из направлений вашей деятельности – это кинопедагогика. Какие на нее возложены функции, надежды, как это в регионе в нашем развивается и где она наиболее развита? Кинопедагогика, я бы уже не сказал, что такое новое направление, потому что, мне кажется, нашим сообществом, всем, включая нас и наших коллег, мы так застолбили этот термин, это понятие, так что сейчас о нем знают. И кинопедагогики практикуются в нескольких регионах, активнее всего, конечно, это Ростовская область, Республика Крым, Москва, Питер, ну и, конечно, Тюменская область, потому что здесь много таких важных проектов. Кинопедагог – еще неформальная специальность. Мы к этому идем, и появляются уже первые шаги к тому, чтобы это оформлялось как отдельная специальность. Есть медиапедагог, например. И, конечно, подавляющее большинство педагогов, которые занимаются кинопедагогикой, это гуманитарии, то есть преподаватели русского языка, литературы, но есть и физики, и математики. Более того, сейчас буквально недавно на конкурс прислали заявки несколько педагогов по физкультуре, то есть они каким-то образом умудрились кино применить для того, чтобы преподать физкультуру. Очень интересно, но в целом, конечно, это гуманитарии. А насколько жесткий отбор контента в ваших проектах, которые смотрят дети? Есть ли какие-то острые вопросы, когда думаешь, а нужно ли это показать детям, или наоборот, нужно ли этот вопрос как-то с другой стороны подсветить? Это серьезный вопрос. Мы по-серьезному подходим к отбору контента, потому что психика ребенка, начиная от самого раннего возраста, завершая подростковым возрастом старшеклассников, она формирующаяся, и важно, что мы транслируем. И мы выбрали такой подход в нашем проекте, что мы будем сосредотачиваться на ценностях, то есть это дружба, красота, природа, семья, то есть такой крен и акцент в сторону того созидательного, что есть в этих явлениях, понятиях и ценностях. Поэтому с этим акцентом мы смотрим, и, конечно, для нас гранью являются какие-то образы монстров, страшилок, каких-то деструктивных явлений и фокусов в сторону социальных драм. То есть мы это пытаемся исключить, потому что я считаю, что такие психологические драмы, их можно показывать, но здесь обязательно нужно грамотное обсуждение, чтобы вывести в итоге на какое-то умозаключение конструктивное. А когда мы просто смотрим что-то такое, что терзает душу и не обсуждаем, это, конечно, не полезно. Для детей еще один момент, с которым мы очень деликатно взаимодействуем, это сюжеты и тематика смерти, потому что на самом деле этой тематике спекулируют только так, а это тонкий вопрос, который тоже важно грамотно уметь обсуждать, если его касаться. Поэтому мы также таки внимательно к этому относимся. Вообще процесс взросления для вас очень такой тонкий момент, которому вы посвящаете очень много времени. Как к этому пришли? Что такое процесс взросления? Расскажите. Процесс взросления – это такой путь познания на самом деле. Если говорить про меня лично, то в определенный момент жизни я в подростковом возрасте, в таком подростково-юношеском пришел в тупик, когда не знал, что делать, не знал, куда подать. И такие вот очень глубокие размышления и переживания были по поводу того, чем в жизни заниматься, какой смысл. И с тех пор мне вот этот процесс взросления стал интересен, потому что с него начинается мышление и выстраивание отношений вообще с миром, с людьми. И именно поэтому мы сняли и фильм «Прыжок», который тоже много где уже продемонстрировали. И, конечно, вот это взросление как понятие, оно очень хорошо вписывается в то, чем мы занимаемся. То есть кинопедагогика через кино можно поднять темы взросления, можно поднять актуальные темы для подростков, чтобы их объяснить, услышать мнение участников просмотра, подростков о том, что они думают по поводу того или иного явления, по поводу отношений, по поводу отношений в семье, со сверстниками, с девушкой или с парнем. Ну, то есть, а все это приводит на то, что личность в итоге формируется, и она уже готова что-то для мира создавать. То важно работать на самом деле с подростками, чтобы в итоге они были теми, как сказать, силами, теми механизмами, которые преображали бы общество в целом. Вот такой подход. Да, и как раз к следующему вопросу о том, что нужно как можно раньше, может быть, это начать, еще со школьной скамьи. Вообще в новых стандартах различных образовательных прописано для педагогов то, что как можно больше нагружать ребенка тем, чтобы он делал сам что-то. Практика-ориентированность, да? А насколько дети задействованы в процессе у вас, в ваших проектах, что они делают именно? Ну, то есть, не только потребляют контент, да, ведь? Да, это вообще такая связка восприятия контента и производства чего-то нового. То есть, у нас дети разными активностями занимаются. То есть, на каждом кинофестивале у нас есть ребята, подростки и молодежь, которые модерируют показы, то есть, они обсуждают фильмы со зрителями. Есть проекты, в которых дети создают контент. Это блоги, делают анимацию, свои игровые фильмы, свои документальные фильмы, то есть, они производят. Скоро запускаем конкурс рецензий от школьников, то есть, ребята будут смотреть и формулировать свои мысли в видео или письменные рецензии на те или иные фильмы. То есть, вот такую связку мы обязательно делаем. И сейчас вот мы такие совершаем попытки, чтобы у нас подростки проводили свой киноклуб. Со всей России собирали заявки и обсуждали там новинки какие-то или же классические фильмы из нашего репертуара и классики, пусть даже тоже «Морозка» или другие проекты. Ну, в общем, вот такая активность. Вообще, семейное кино, оно не сильно популярно, насколько я понимаю. Что нужно сделать, чтобы вот это семейное кино стало популярным для всех? Несколько факторов здесь важны. Во-первых, больше производства этого кино. Даже если мы понимаем, что это производство приведет к тому, что получатся не очень достойные фильмы или более-менее достойные, но наверняка за счет вот этого потока производства будут те жемчужины, которые стоит показывать, смотреть и получать из них знания. Второй момент – это площадки для показов. То есть мы сейчас, мы как индустрия, сосредоточены только на кинотеатральном показе. Но это ошибочно или это недостаточно верно, потому что есть такая площадка, как школа. Школа – это прекрасная возможность в тех же актовых залах, в библиотеках проводить показы, обсуждать их и делать это в более образовательном ключе, нежели развлекательном. Поэтому второе – это, конечно, площадки показов, их создание альтернатив трансляции этого кино. Ну и третье – это, конечно, онлайн-сервисы и возможности, которые предоставляет у нас цифровой мир. Тот же онлайн-кинотеатр, который мы делаем, 0+, он направлен на то, чтобы быть доступным для самых удаленных мест, потому что если верить сейчас правительственным движениям, интернет будет доступен везде, то, конечно, в тех отдаленных селах будет возможность смотреть эти фильмы онлайн. А мы сделаем все возможное для того, чтобы их туда донести. 0+, уже 7 лет и в этом году будет 8 лет. Чем гордитесь за это время? Гордимся тем, что получилось создать, так скажем, продукт, который сочетает в себе несколько аспектов и событийные мероприятия с охватом в Точетменской области до 12 тысяч человек, и онлайн-активности, онлайн-платформы, которые в совокупности до 2,5 миллионов в год, в прошлом году у нас получилось сделать. И кинопедагогика как-то такое перспективное и на самом деле стратегическое направление, которое дает возможность формировать личность через педагогические практики. И вот это все вместе создает такое ощущение, что ты все-таки не зря трудишься, и когда я разговариваю с подростком, с собой, чем заниматься в жизни, я вижу, что парень, вот то, чем ты занимаешься, это стоит того, у тебя еще большой путь впереди на самом деле. Спасибо большое, удачи. Вы смотрели программу интервью, меня зовут Елена Старых, до встречи.